Утые первые дни войны подея разгортали с этим клевом. У первой половины 22-го червяня отбылось посадение Бюро Абхама КПБ. Еще раз две годины городского комитета с отделом керевников предприемства, активом партийных, комсомольских и профсоюзных организаций. На парадку дня сярут инших. Пытания перевода экономики на выпуск военной продукции. Рашения реализовывались так само, Кутка. Уже на наступный день кондитерская фабрика «Спартак» начала освоивать выпуск хорошей сумеси, призначенной для бородьбы с вооруженной бронетехникой. Потом гэтая сумесь разливалась у бутыльки на ликерогарелочном заводе. Фанерно-запалковый комбинат освоил вытворчить специальных запалок. На гамсельмаши вырабляли мины и ремонтовали военную технику. На станкозаводе имя Кирова рабили минометы. Паджас жалобного митингу, присвеченного памяти Ахвер Великой Ачиной, три падеи узгадали знов. Калі пачалася вайна, Ивану Гузу було сім гадоў. Кажа ўсю трагедую ў такім узроссі не разумеў, але реакцію дорослых пам'яте добро. Я услышал, да, от родителей, потому что война, когда началась, сразу шум, плач, начали собираться на улице люди. И мы, дети, всегда, в этом коллективе, где шумно. Не льго сказать, что первые дни войны ў гомельчан не было разгубленности. Чужой земле не надо нам ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Гэта песня перед войной была вельми популярной, и ёе словом верали. А тут не тое, что вершок, а сотни километров. Документы свечить, беженцу було шмат, а прочатаго эвакуацией займалася специальная комиссия. Только у периода с 24 червеня до 18 лепеня с Гомеля организовано вывезли амаль две тысячи выхованцев дитячих домов и коля пятисот кворок из дитячих больниц, плюс 35 тысяч работников предприемств и больше 10 тысяч членов их семьёв. С 24 червеня у Гомеля почали формироваться знищальные батальоны для боротьбы с диверсантами. Креху поздней, у початку липеня, творили порк народного ополчения, злику невоенно обовязанных и молодых людей, яким не спомнилось и 18 годов. Але основный тяжер боёв за Гомель пришёлся на части Червоной армии. Страты за год двух боков складали десятки тысяч человек. Потери составили порядка 108 тысяч, центральный фронт 80 тысяч. Это безвозвратные потери. Тем не менее, основной задачей было выполнено отвлечь значительные силы немецкой армии с основного главного московского направления. Если что касается непосредственно потерь вермахта, то и составили порядка более 80 тысяч солдат. У Гомеля оккупанты вошли у ночь на 20-е дневник 41-го года. До этого дня с города поспели эвакуировать больше 40 промысловых предприемств, сыровину и готовую продукцию. Остатние знищили. Покидать нечто ворогу, тады лечился злочинством. С листа немецкого солдата в своей невесте. У речи мы у Гомеля. Коли я кажу мы, то мы на увазе нашу роту. Нас было 138 человек, засталося только 16. Уже в другой день я хожу по городу и шукаю нечто для себе и себе, але ничего не ма, все знищено. Навод яблок на древах и тык не засталося. Аликсин Чуроу, я генма кейнка, дель раду компания гомель.